всем пламенный салют предлагаются вашему вниманию две новинки в продаже первые из которых я бы так сказал имеет целую кучу недостатков начиная с оправы которая естественно видала гораздо лучшие времена имеет она но пока это не трещина скорее расслоение но вероятно в каком-то обозримом будущем она в трещину может запросто перерасти тут еще вот такой сколик и здесь вот такой сколик свинцовый клинышек то же самое можно отметить и по клинку попал он ко мне вот здесь был но она изначально имела бритва имеется ввиду геометрическое строение ну как обычно англичан прямой такой нос квадратного сечения но тут был сколик поэтому я вот таким вот образом сделал ему вот такое закругление это само собой это полный клин сам клиночек также видал лучшие виды я не знаю что это кто с ним сделал но естественно в виде она ко мне пришло но есть одно достоинство которое перечеркивает сто процентов все эти недостатки во первых ну одно фактически одно из другого вытекает это бритва мануфактуры джозеф вален и сыновья не то что у англии еще о шефилде никаких упоминаний нет то есть этой бритве в обед тысячу лет и вот это вот лишнее напоминание о том что бритва откована вручную вот пожалуйста хэнфорд стали я вам доложу просто бесподобное обратите внимание какая получилась не нахальная фаска вот опять же таки если вещь стоящая кто бы как на дне не издевался а марочку она держать будет до последнего и на самой фаски бывает такое на старых бритвах какие-то очаги коррозии они естественно они уходят в процессе заточки но сам факт здесь ни одного намека на то что бы сам металл корродировал ну смотрите сами вот такая фасочка в один слой изоленты я ее заточил побоялся что фаски будут широкие далеко не все заказчики любят когда имеется фаска на на обухе и очень тяжелая бритва ну то что она откована это слышно это ощущается чувствуется точится великолепно никаких не вызывает трудностей вот такой вот номер 1 доисторически джозеф вален и сыновья цена вопроса 60 долларов полторы тысячи гривен не для понтов а чтоб побриться вот такая штука сто процентов и вариант номер два контора которой я испытываю нежнейшие чувства пусть вас не водит в ума ну вот этот домик от стартера делармешного внутри находится нечто прекрасное это бритва сохранения мануфактуры фотос вы смотрите очень редкий случай когда оправа имеющие вот такие назовем их так украшательства или элементы цыганщины по факту очень хорошо сохранила свою форму ну понятное дело здесь просим подвинуться конечно тут зигзагу дали слегка вот эта всечка это это натуральная перламутра не знаю вот так вот мы поймали в преломлении причем перламутр он в красный не отливает а только в желтых оттенках работает вот эти вот штуки тут единственно с одной стороны вот эта всечка золотистая на чуть-чуть как бы вышла на поверхность она так чуть-чуть ощущается цепляется но ничего не стал делать единственное я бритву разобрал я вымыл оправу с внутренней стороны обе щечки собрал вернее клинок естественно и вычистил поскольку несмотря на то что бритва не пользование ребро обуха но абсолютно целое где-то она хранилась наверное не в самых лучших условиях но опять же таки бритву я вычистил и эрль и район осевого пена хотя там особо ржавчины не было был просто такой достаточно серьезный след времени на клиночке имеем мы остатки травления поскольку естественно здесь я тоже подчищал это все мероприятие фотос корпус эндсибель то есть для чувствительной кожи еще один отличительный знак бритв того времени а это как максимум начала двадцатого века это наверное такой какой-то переходной период ну до двадцатого года это точно вот здесь ширина обуха составляет 5,8 по моему миллиметров под 6 миллиметров редко когда вот такие значительные решения можно было увидеть этим могли похвастаться только такие естественно премиальные решения все вот эти там журавлиные серии у продата брун были такие спины хозяйские и вот опять же таки яркий представитель здесь все четко практически в идеальной геометрии вот эти заходные фаски двойные заковы с этой стороны все четко ясно и понятно и опять же таки вот оно качество геометрии вот такая фасочка она просто тончайшая естественно с обеих сторон затачивается прям песни льется честное слово отличная штука опять же таки имел я удовольствие неоднократно затачивать бритву данного производителя всегда оставался доволен результатом по факту но все-таки больше я склоняюсь к тому что выборка половинной нежели полная поскольку достаточно такая твердая столюка вот обратите внимание какой прекрасный элемент две фаски у вершины носика и вот здесь еще смотрите какая вот такая площадочка очень круто смотрится французы вот такими вещами всегда отличались и это бритва не исключение абсолютно ну здесь все чисто закрывается по центру опять же таки разница в общем-то в деталях поскольку для нас никаких второстепенных вещей не бывает вдвойне приятно вот такое наблюдать и восстанавливайте задачу поскольку вот таких вещей как в общем-то и куб вот таких вещей потенциал практически безграничный и вот опять же таки вот живой пример того что насколько бы она уставшая не было всегда есть возможность вернуть его в строй фотос в данном случае если не упомянул повторюсь это размер 6 восьмых этот размер 7 восьмых вот такая красота имею радость предложить любому желающим по цене в 80 долларов или 2000 гривен ну по это я сказал 60 или полторы все дорогие друзья на этом на сегодня я думаю все я желаю вам приятнейшего вечера и до скорых встреч в эфире пока